Весна Снег, гололед, метель Именно автомобиль помогает нам бороться с сюрпризами природы Сегодня на тест мы взяли три автомобиля малого класса По статистике Белорусской автомобильной ассоциации Именно малый класс является массовым и популярным в Беларуси Три автомобиля из пятерки полюбившихся в Беларуси автомобилей Рену Логан, Лада Веста и Хюндай Акцент Итак, большой весенний холодный тест автопанорамы Поехали! Мы будем тормозить на политом водой заснеженном асфальте Пробираться через снежные дороги И почти целиком закопаем машины в снег Для начала знакомство с каждым авто Итак, Хюндай Акцент нового поколения Мне сегодня, наконец, остался Хюндай Акцент 1.6, 123 лошадиные силы Отмечу, что с последнего времени эта машина комплектуется только 6-ступенчными коробками передач Или автомат, или механика Ну, именно 6 ступеней, не меньше Для экономии топлива Заметьте, что автомобиль на 3 сантиметра увеличился и по ширине, и по длине Авто серьезно упакован для малого класса даже такой холодной весной Я сегодня автомобиль забирал в автодилерах Тоже было минус 15-16 градусов И зимние опции, которые присутствуют здесь, очень мне помогли Во-первых, это подогрев руля, который мгновенно загревается Потом подогрев сидений, причем двух уровней диапазонной регулировки Каждого водителя и переднего пассажира Полный электропакет Две отдельные резетки на 12 вольт USB для подзарядки В автомобиле существует для земных условий эксплуатации Система динамической стабилизации, АБС и система электронного распределения томожных усилий Отдельно кнопкой не включается антипробуктовочная система Lada Vesta хорошо зарекомендовала себя на тестах автопанорамы Белорусские водители говорят одно Это совсем не тот ВАЗ, что мы знали раньше Ребята, у меня сегодня Lada Vesta Причем в хорошей комплектации С мотором 1.8, 122 лошади, 5-ступенчатый робот Еще очень важная деталь Это клиренс этого автомобиля Он почти как у кроссовера Без 2 мм, 18 см Системы активной безопасности очень пригодятся холодной весной На что обратили внимание наши тест-пилоты Давайте посмотрим, что у нас есть И отметим самое главное зимние опции Начнем, конечно же, с подогрева сидений передних Естественно, у нас есть подогрев зеркал Но самое главное, что меня радует Это полноценный подогрев лобового стекла Единственное, что он включается вместе с задним одной кнопкой С подогревом заднего стекла Самое главное, что здесь есть все системы безопасности Естественно, начиная с АБС Есть антипробуксовочная система Есть система контроля тяги Есть помощь при экстренном торможении Есть помощь при спуске с горы То есть машина для данного класса, мне кажется, очень хорошо укомплексована Еще один участник холодного весеннего теста Рено Логан Этот автомобиль в числе бестселлеров Рено Логан 1.6, 82 лошадиные сины В нашей стране полюбили его таксисты Подогрев всего, что нужно, есть в максимальных комплектациях Поэтому такой весной не повезло тем, кто выбирал базовые версии Хотя это малый класс, но в нашем автомобиле есть все, что нужно АСП, ЕСП и все необходимое для зимнего передвижения Для начала скользкий асфальт, дополнительно политый водой Мы заранее хорошенько полили его Он стал как каток Типичный весенний гололед Разгон до 60 км в час и резкое торможение Повторяем испытания с включенными системами и отключаем на втором и третьем дубле Умные системы распределяют тормозные усилия Бьют по ногам тест пилотов и не дают авто уходить в занос Сразу оговоримся На машинах стоит зимняя резина разных производителей Но ведь и в жизни все авто обуты в разную резину Машины стояли на скользкой дороге убедительно Еще и еще раз торможение в пол на льду Ни сантиметра вправо, ни влево Даже скучно стало Хотелось красивого разворота, но нет Мы не замеряли тормозной путь каждого авто Но сделали важный вывод из этого испытания Современный автомобиль малого класса может устоять на дороге благодаря умным помощникам Большой плюс для безопасности водителя и пассажиров Подытожив, могу сказать Что на примере своего автомобиля Hyundai Accent Все последние системы стабилизации позволяют машине тормозить Даже в экстремальных условиях Она просто едет, ее не виляет, она не уходит в занос Испытание номер два Заснеженная дорога Теперь отправимся на покорение настоящих торосов Снега сантиметров 15, а местами и 20 Вопрос даже не в клиренсе авто Перед нами обычные седаны Но этой весной многим пришлось преодолевать на таких автомобилях Заснеженные заносы и заваленные снегом выезды со дворов Первые пускаем Lada Vesta Клиренс у этой машины выше остальных А вот коробка, автомат, точнее робот Итак, у нас очередное испытание Вдруг вы соберетесь на дачу, приедете, а там нечищенные дороги Вот, мы хотели посмотреть, насколько эта машина сможет проехать Естественно, мы застряли, потому что снега здесь, в принципе, больше, чем наш клиренс Вот, сейчас будем пробовать отключать SPS Чтобы либо продолжить движение, либо выехать назад Завязнув в снегу, раскачка не помогает Только ручная работа позволяет вызволить авто из снега Начинаем мы испытания для каждого автомобиля с включенной антипробуксовочной системой Она как раз и зарывает нас все глубже и блокирует колеса Прилично закопавшись и сев на брюхо, отключаем умные системы и... Без помощи со стороны выбираемся на чистый асфальт Что важно, у Vesta нет лишних деталей и выступов в нижней части бампера Отрываться тут нечему Hyundai также закапывается и уже без помощи рук, ну почти без помощи, выбирается на волю Тест-пилоту после отключения электронных помощников пришлось поддать жару всем 123 лошадиным силам Чтобы докопаться до твердого покрытия и жестко вцепиться в землю А там как по рельсам выехать на финиш У Renault нет отключения систем, поэтому мы решили сильно его не мучить Тем не менее, стандартные 15 см он прошел играючи Вывод из этого испытания Если подойти с головой и знать, как ведет себя авто в сложных дорожных условиях То даже из малого класса можно сделать внедорожник Испытание номер 3. Снегопад Для этого испытания тест-пилотам автопанорамы пришлось попотеть на морозе Поработать лопатами, чтобы смоделировать типичную весеннюю ситуацию Просыпаешься так с утра, идешь к машине, а она выглядит как сугроб Забираешься внутрь, а там морозное царство Включаем подогрев всего и вся Главным термометром на этом испытании стали пятые точки тест-пилотов Засекаем время 5 минут Снаружи, напомним, минус 15 Снег потихоньку начинает таять Через 8 минут снег начинает сползать у Hyundai Снег стал сползать с Весты через 10 минут Бюджетный Logan в тестовой версии не оборудован полноценным подогревом стекол Поэтому оттаивание нам пришлось ждать дольше Выводы испытания Даже без щеток и лопат автомобиль способен в сильные морозы самостоятельно избавиться от снега Подведем итоги теста Lada Vesta – большой прорыв для вазовских конструкторов Это совсем не те Жигули из прошлого Это Lada 21 века Особенно это ощущаешь вот в таких погодных условиях Все, что нужно Плюс высокий клиренс, мощный двигатель И еще коробка робот-автомат в придачу Я сегодня катался на Lada Vesta 1.8 Что мне понравилось? Это как раз-таки тяговитый мотор А вот неплохая шумоизоляция То есть мотора в принципе вообще не слышно Мне хватило немножко работы антипробуксовочной системы Не всегда корректно она работала И не всегда, соответственно, выручала меня Рено Логан – доступный и понятный авто на каждый день Все под рукой, все на своих местах И клиренс в Логане в порядке Сегодня у меня был Рено Логан Хочу сказать, что он достаточно хорошо себя показал Как на асфальте, так и в снегу И в управляемости он тоже довольно-таки неплохо Максимально упакованный B-класс – это Hyundai Accent Все, что нужно для самой суровой весны В этом авто есть и даже немного больше Подогрев руля, переднего и заднего стекол Водительского и пассажирских сидений Сегодня на тесте мне больше всего понравилось то, что Я ощутил себя в реальной экстремальной ситуации За рулем автомобиля в зимний период То есть на дороге, в обычных условиях, в обычной езде Я себе даже такого позволить не могу Но сегодня я знаю, как будет себя вести машина Име на борту современные электронные системы стабилизации Из минусов автомобиля могу отметить только один недостаток В нем нет круиз-контроля То есть в дальних расстояниях будет немного затекать нога Мы ждем настоящую весну с теплом и солнышком А пока греемся в машинах Больше фото, видео и отзывов тест-пилотов На сайте программы и в соцсетях по тегам Автопанорама и АПБАЙ Нам очень важны ваши отзывы о тестах Автопанорамы О вашем опыте и вашем автомобиле Оставляйте свои комментарии под нашими тестами и обзорами И подписывайтесь на наш канал Автопанорама Больше тестов и обзоров на нашем канале YouTube Присоединяйтесь, подписывайтесь на канал Автопанорама И вы будете в курсе всех событий как в стране, так и в мире